По моему мнению, Brexit окажет большее влияние на кросс-пары с фунтом стерлингом, нежели на кросс-пары с евро. Барбара Никадему, GFC Brokers В июне уровень экспорта в Австралии сократился на 1%, при этом уровень импорта вырос на 2%. Барбара, как вы думаете, экспорт продолжит свое снижение? И каким образом это может повлиять на курс австралийского доллара в краткосрочной перспективе? Австралия имеет торговый дефицит, начиная с 2012 года, с исключением первых трех месяцев 2014 года. В основном это было обусловлено резким сокращением уровня экспорта на товарных рынках и ростом импорта на фоне слабого валютного курса австралийского доллара. Самый большой торговый профицит был зафиксирован в 2015 году самым крупным торговым партнером Австралии – Китая. В январе темпы роста китайской экономики замедлились. Это негативно повлияло на объем экспорта Австралии. Затем пооследовал спад на глобальном рынке. Я думаю, торговый баланс Австралии будет и дальше оставаться в дефиците. Это будет продолжаться до тех пор, пока на мировых финансовых и инвестиционных рынках будет присутствовать неуверенность. По моему мнению, торговый дефицит не должен будет оказать сильно негативное влияние на курс австралийского доллара в краткосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе превалирует бычий тренд. Я советую трейдерам удерживать длинные позиции. Целевый уровень краткосрочной перспективы находится в отметке 1,49. Резервный банк Австралии понизил процентную ставку до рекордно-минимального уровня – 1,5%. Австралийский доллар очень сильно ослабил свою позицию по отношению к евро, что позволило единой валюте восстановить около половины своих потерь после Брексита. По мнению экономистов, до конца этого года мы увидим еще, по крайней мере, хотя бы одно снижение ставки. Каким будет ваш среднесрочный прогноз для австралийского доллара? На Резервный банк Австралии было оказано очень большое давление. Они были вынуждены прибегнуть к смягчению своей монетарной политики. Именно поэтому они приняли решение во второй раз понизить процентную ставку в этом году на 25 базисных пунктов, новые рекордные минимальные отметки – 1,5%. Основными целями Резервного банка Австралии являются повышение уровня инфляции, быстрые темпы роста экономики и снижение обменного курса австралийского доллара. Это важно для стимулирования прироста экспорта. В ближайшее время в центре внимания будут такие факторы. Первый – увидим ли мы очередное понижение процентной ставки со стороны Резервного банка Австралии, каким будет базовый уровень инфляции и рост экономики. В июле уровень базовой инфляции снизился на отметке 1,7% к отметке 1,6%. Это самый низкий уровень за последние 17 лет. Инфляция находилась на таком низком уровне довольно долгое время. Это ниже целевой отметки 2,3%. Рост экономики относительно слабый. Рост чистого располагаемого национального дохода был негостильным на протяжении нескольких лет, что могло оказать некоторое давление на потребительские цены. В среднесрочной перспективе пара будет торговаться на уровне 1,52%. Данный уровень совпадает с 200 дней на скользящей средней. В следующем году, возможно, будет задействован на статье 50 и начнутся переговоры по выходу Британии из состава ЕС. Как вы думаете, данное событие окажет сильное влияние на курс евро и, как следствие, на пару евро-австралийский доллар? Каким будет ваш долгосрочный прогноз для этой пары? По моему мнению, Brexit и статья 50 окажут большее влияние на кросс-пары с фунтом, нежели на кросс-пары с евро. Трендеры, скорее всего, что примут решение уйти в сторону от фунта, потому что в ближайшее время данная валюта будет считаться очень рискованным активом. В центре внимания окажутся более стабильные активы, такие как доллар США и золото. Что касается моего долгосрочного прогноза по курсу пары евро-австралийский доллар, то он по-прежнему остается негативным по отношению к австралийскому доллару. Я думаю, что пара протестирует нисходящую линию тренда. В перспективе 12 месяцев пара будет торговаться на уровне 1,55. В прошлом году 200-дневная скользящая средняя и диапазон между отметками 1,44 и 1,45 оказывали очень сильную поддержку игрокам с длинными позициями. Мы признаем Тельну Барбаре за ее валютный прогноз для пары евро-австралийский доллар. На сегодня все. Продолжайте оставаться с Дугас Капитиви. До свидания.